Если взять целую вереницу изменений на лице города Саратова, а некоторые из них порой заметны лишь с высоты птичьего полета и расположить их в алфавитном порядке, то следующее из них начинается на букву В. В. Вокзал. Он и железная дорога делят город на две части. Справа по курсу раскопки, вереница углублений с чем-то напоминающим постаменты для статуй. С небес на землю спускает главный инженер при Волжской региональной дирекции железнодорожных вокзалов. У Сергея Дебуша этому всему более прозаичное и точное объяснение. Дан старт реконструкции вокзала. Работа у нас разбита на три этапа, то есть на три захватки. Вот как вы видите на заднем фоне, работа развернута на менее задействованном участке на протяжении 180 метров. В данный момент происходит демонтажная работа, демонтировано брусчатое покрытие, демонтирован верхний слой. Сейчас идет подготовка под заливку тумб для устройства навесов. Их у нас общее количество будет семь. Судя по слайду из проекта, выглядеть это будет так. Сейчас работы начали именно с этого участка, чтобы по завершении приступить к территории у самого здания и не прерывать пассажиропоток. Навесы и место посадки-высадки людей расположены вдали от здания, чтобы не перекрывать обзор на обновленный вокзал в стиле архитектуры 19 века. Теперь еще один важный момент – решена судьба подземного перехода. Его поезд ушел. Со временем он станет служить лишь тоннелем между одной частью города и другой. Перенос существующего тоннеля у нас не планируется. Мы планируем разграничить, так скажем, людские потоки. То есть сейчас, в данный момент, у нас как пассажиры, так и жители города и гости пользуются этим тоннелем. То есть у нас в планах, чтобы пассажир прошел на платформу, он будет пользоваться крытым переходом, который будет из здания вокзала выходить. А тоннель будет служить непосредственно для транзита граждан. Нельзя будет из этого тоннеля оказаться на пути? Нет. Мы доступ на платформу ограничим. Таковы современные требования транспортной безопасности. Теперь вокзал станет чем-то вроде замкнутого цикла или крепости. Попасть в поезд можно будет только по этим воздушным крытым переходам, предварительно пройдя досмотр. Со временем разглядывать курицу в фольге и вареные яйца в багаже пассажиров станут в 30-метровой крытой зоне перед входом, а не внутри вокзала. Но пока развитие этой территории имеет однобокий характер. Если с платформами и внешним обликом здания все понятно, то территория вокруг бежит позади паровоза. С тех пор, как здесь разрешили парковку, земля перед вокзалом стала больше походить на базар. Машины паркуются в 3-4 ряда. Люди утыкаются в ограждение, не находя входа в здание. Даже дорожный знак и тот пал жертвой автолюбителей. Депутат городской думы Евгений Чернов считает, что начало реконструкции здания вокзала должно совпасть с началом развития этого общественного пространства. На мой взгляд, такого хаоса и беспорядка, как сейчас творится на привокзальной площади, наверное, не было никогда, потому что на сегодняшний момент ни парковочной разметки, ни знаков, ни какого-то регулирования здесь как такового вообще отсутствует. Если раньше хотя бы каким-то образом регулировали, сюда можно было заезжать, здесь припарковаться, здесь нельзя, то на сегодняшний момент сюда заезжает кто захочет, как захочет и не поймешь, как, соответственно, стоят. И на сегодняшний момент это одно из самых лучших, удобных случаев, когда у нас происходит реконструкция. ЖД вокзала у нас активно ремонтируются многие улицы, выставляются новые знаки, разметка, необходимо сюда направить определенную русло, чтобы было удобно и гостям города, это наше лицо, и транзитному другому потоку. На месте этого общежития давно предлагается сделать парковку, но судьба его тянется в конце общего поезда. Еще в феврале этого года глава Приволжской железной дороги Сергей Альмеев говорил, что готов передать объект в распоряжение муниципальной власти с последующим расселением оставшихся жильцов. Тогда в ведомстве констатировали начало диалога с Саратовской мэрией. Мне запросили всю документацию по этому общежитию. Ну, то есть документации, начиная от того, какого года постройки, какие там помещения, сколько там людей проживает. Расселять это надо будет городу, если получают они себе это? Ну, конечно, да, конечно, конечно. А кто? Если они готовы к этому, если они на это же не согласны, значит, они делают. Если нет, мы с этим общежитиям, у нас есть свои, так сказать, как бы виды, ну, не виды, а свои предложения на этот счет. Сейчас же мэрия самоустранилась от вопроса о судьбе общежития. Муниципальные специалисты сослались на то, что вопрос этот лежит в плоскости комитета по управлению имуществом, ну, уже Саратовской области. На самом деле, никакого приказа, никакого ничего нет у нас о том, что это к нам переходит или какое мы отношение к этому не имеем. Удивились, что вообще какой-то, почему спихивают к нам в областной комитет. У изменения облика самого вокзала есть график. Закончить платформу номер один планируют уже в этом году. Реставрация самого комплекса начнется с 20-го. А вот преображение при вокзальной площади пока в этот график явно не вписывается.